Добрый день! Сегодня я хотел бы рассказать вам о технологии Motion Applification от компании RDI Technologies. Для начала я хотел бы рассказать о нашей компании. Фирма WIMS является авторизованным дистрибьютором RDI Technologies в ряде стран, таких как Польша, Украина, Казахстан, Грузия и в других странах Восточной Европы и Средней Азии. WIMS является не только поставщиком решений от RDI, но и также оказывает услуги на их основе. Уникальное решение RDI Technologies позволяет быстро и легко увидеть и проанализировать то, что скрыто от неоруженного человеческого глаза. Комплексное решение основано на собственном программном обеспечении, превращающем миллионы пикселей видеоизображения в миллионы точек сбора данных, которые собираются, обрабатываются и анализируются. Технология основана на сборе данных при помощи высокоскоростной камеры, которая записывает видео для последующего анализа. В основе технологии лежит визуализация. И с помощью данной технологии мы можем увидеть даже самое малейшее движение, которое не видно голым человеческим глазом. Чувствительность оборудования мы можем декларировать на уровне четверти микрона с расстояния 1 метр при использовании объектива 50 мм. Технология обладает практически бесконечными возможностями, поскольку каждый пиксель становится датчиком измерения вибраций. При помощи данной технологии проводятся измерения перемещения и скорости. Точность измерения совпадает с точностью измерения при использовании контактных датчиков. Одним из преимуществ является то, что данный метод является бесконтактным методом сбора данных, то есть нет необходимости останавливать наше промышленное оборудование, очищать места для установки датчиков. Также нет необходимости, чтобы рабочий персонал заходил в опасную зону. В основе технологии лежат запатентованные алгоритмы. И удобное программное обеспечение позволяет нам выполнять расчеты и наглядно представлять все важные данные. Инструмент позволяет понимать первопричины и взаимосвязи, которые вызывают движение и вибрацию в нашем оборудовании. Для этого при помощи программного обеспечения мы можем формировать видеоотчеты в формате MP4 с различными комментариями, которыми в дальнейшем легко поделиться с коллегами либо подразделениями нашей компании. Все это позволяет эффективно взаимодействовать с нашими коллегами вне зависимости от уровня их знаний. Ведь нет необходимости объяснять им сложные графики, а все наглядно видно на видео. Технология позволяет нам находить неисправности при помощи функций частотной фильтрации, которая быстро нам позволяет определить первоисточники проблемы. Преимущества Технология Motion Applification сочетает в себе преимущества традиционной вибродиагностики, фазового анализа и использования специализированного программного обеспечения для визуализации вибрационных процессов на оборудовании. При помощи данной технологии собирается нам много больше данных, чем при традиционном подходе. Основным преимуществом является то, что данные с изображения собираются одновременно. Это очень важно для проведения фазового анализа, поскольку при традиционном подходе данные обычно собираются последовательно. Также все мы знаем, что при проведении традиционного метода диагностики мы выстраиваем с вами маршрут, по которому перемещаем наш датчик. При использовании технологии Motion Applification каждая точка изображения, каждый пиксель изображения может стать тем самым датчиком, и в каждой точке мы можем измерить уровень вибраций. Для технологии Motion Applification существует несколько решений. Первым из них является AIS-M. В комплект поставки входит ноутбук в защищенном корпусе, на котором предустановлены 4 программы. В комплект входит высокочастотная камера, которая способна снимать до 180 кадров в секунду в HD разрешении, и при уменьшении разрешения мы можем достигнуть 1300 кадров в секунду. Также поставляется высокомощный летосветитель, поскольку камера высокоскоростная и требуется достаточно много света. В комплекте идет 5 сменных объективов с постоянным фокусным расстоянием, 3 штатива для камеры, осветителя и ноутбука, соответственно, дальномер, который позволяет нам измерить расстояние от объектива камеры до измеряемого объекта, ноутбук, камера, объективы поставляются в защищенном кейсе. Также в комплекте идет защищенный чемодан, в который мы можем сложить наши штативы и осветитель. Следующим решением является Iris MX. Iris MX это еще более высокоскоростная камера, которая способна снимать до 1400 кадров в секунду при HD разрешении, и при снижении разрешения мы можем достигнуть 29000 кадров в секунду. Поскольку камера требует еще больше света, в комплекте поставляется еще один мощный для-то светителя. Также с камеры идет один объектив с фокусным расстоянием 6 мм, все остальные объективы подходят из комплекта камеры Iris M. Нужно отметить, что решение Iris MX это так называемое дополнение, либо настройка над решением Iris M. Ноутбук и все остальные предметы используются из комплекта Iris M. В качестве примера применения технологии я хотел бы вместе с вами записать и проанализировать работу нашего тестового стенда. Для этого нам необходимо запустить приложение из комплекта поставки Motion Amplification. Так выглядит приложение Motion Explorer, которое позволяет нам управлять иерархией наших данных. Из этого приложения мы можем перейти в приложение RDI Acquisition, которое позволяет нам записывать видео. Все физические настройки оборудования я произвел заранее, дабы не терять вместе с вами времени сейчас. Нам осталось произвести лишь несколько программных настроек. И первое, что мы должны сделать, это измерить расстояние от объектива камеры до исследуемого оборудования. Это мы будем делать с помощью дальномера, который входит в комплект поставки. И расстояние от объекта составляет 1,6 метра. Выписываем данный параметр. Также мы должны выбрать линзу, которая установлена сейчас на камере. Сейчас у меня установлена линза с фокусным расстоянием 25 миллиметров. Выбираем режим записи. Как видите, есть несколько различных режимов записи. Убираем сейчас стандартный режим записи. Длительность видео устанавливаем на 3 секундах. А то будет достаточно. Все остальные настройки пока не будем изменять. Запускаем стенд. И, произведя запись, мы можем перейти в программу для анализа данных. Данная программа обладает большим количеством аналитических функций. Мы постараемся рассмотреть некоторые из них. Основной из возможностей является проигрывание видео. То есть мы видим в обычном режиме. Можем просмотреть нашу запись без наложения каких-либо эффектов. Для интереса для нас предоставляют слайдеры по правой стороне программы. Нижний слайдер позволяет нам изменять скорость проигрывания видео. То есть ускорять его до 4 раз, либо замедлять до 1 кадра в секунду. И верхний слайдер, который отвечает за усиление движения. Перемещая данный слайдер, мы видим, как программное обеспечение обрабатывает видео и усиливает движение, которое имеется на данной записи. В стандартном режиме мы можем усилить наше движение до 100 раз. Есть режим экстремального усиления, в котором мы можем увеличивать движение до 500 раз. Это частный случай. Мы их сегодня не будем рассматривать. Также видим, что при усилении движения наше видео становится немного шумным. Каждый видеоряд имеет в себе шумы различные. И, соответственно, при усилении движения данные шумы тоже увеличиваются. С этим эффектом можно бороться. Чуть позже об этом расскажу. Попробуем поставить точку интереса. И выставление таких точек интереса – это то же самое, если бы мы здесь поставили классический датчик измерения вибраций. И, соответственно, поставив данную точку, мы получаем информацию, которую можно собрать с ней дальше. Получаем спектральный график, получаем волновой график. На спектральном графике мы видим несколько пиков. Это та вибрация, которая испытывает наше оборудование. Соответственно, это 14 Гц, 29 Гц, 43 Гц. Соответственно, перемещаясь по пикам, мы можем посмотреть информацию о частоте нашей вибрации, а также о амплитуде. То есть при частоте 43 Гц амплитуда наша практически 3 мм на секунду. То есть для X и для Y у нас есть различные графики. Мы можем смотреть информацию для X и для Y. Можем, как я и говорил, расставлять неограниченное количество точек интереса. И для каждой из точек интереса мы будем получать данную информацию. Попробуем рассмотреть одну из интересующих наших функций. Это функция частотной фильтрации. Попробуем ручной способ фильтрации. Сегодня попробуем профильтровать на частоте 29 Гц. Все производится достаточно быстро и просто. И данная функция позволяет нам отфильтровать именно частоту, интересующую нас частоту, в данном случае 29 Гц. Мы видим, что все остальные пики убрались, остальные частоты убрались. И мы увидим именно ту вибрацию, которую оборудование испытывает именно на этой частоте. То есть мы можем заметить тоже, что один из эффектов. Видео стало чистым. Убрались эти шумы, которые были усилены вместе с усилением вибрации. Заметим, что слайдер я не перемещал. И видим как бы именно вибрацию, которую испытывает оборудование. Можно хорошо заметить, что двигается как бы столешница, двигается, основание нашего стенда, двигатель. И, соответственно, различные части оборудования тоже испытывают вибрацию. Вернемся в Motion Explorer. Мы видим, что оригинальный файл наш сохранился, а создался еще дополнительный файл, именно профильтрованный. Пробуем посмотреть, что происходит у нас на частоте 43 Гц. Соответственно, какая вибрация испытывается на этой частоте. Мы запускаем наше видео. И видим, что на 43 Гц. Столешница наша не испытывает уже никакой вибрации. Основание стенда практически тоже неподверждено вибрации. В основном вибрация у нас происходит на электродвигателе и хорошо заметно на опоре подшипника. Мы также можем на наших временных графиках накладывать графики друг на друга, дабы просмотреть, работает ли наше оборудование в фазе либо в противофазе, в различной части. И, соответственно, переместив графики друг на друга, достаточно хорошо видно, что двигатель и опора подшипника работают в это время в противофазе, испытывают вибрации в обратном направлении. То же самое мы можем проделать именно и с нашими частотными графиками. То есть мы можем тоже переместить и посмотреть, насколько отличаются у нас уровни вибрации. В дополнение к рассмотре мы уже нами графикам, волновому и спектральному. Мы можем еще включить одну функцию использовать, которая будет позволять нам просмотреть орбиты движения в выбранных нами точек. И, соответственно, мы можем посмотреть с помощью них траектории передвижения для тех точек, которые мы выбрали. Красная точка на двигателе, синяя на опоре подшипника. И для каждой из них мы видим орбиту перемещения. Также достаточно интересной и удобной функцией в некоторых ситуациях являются вектора. Соответственно, эту функцию тоже достаточно просто включить. И данная функция позволяет нам показать направление движения той или иной точки нашего оборудования в определенный момент времени. С помощью данной функции достаточно хорошо и просто видно. Скажем так, что различные части опоры нашего двигателя двигаются в один момент в разных направлениях. С помощью вектора это достаточно хорошо и просто видно. Точно так же, как и расставлять, точно так же, легко и просто мы можем удалять точки интереса, которые для нас, скажем так, не предоставляют на данный момент какой-то информации. Мы не хотим производить измерения в этих точках. Программное обеспечение позволяет наносить различного рода аннотации графические. Соответственно, мы можем достаточно быстро и легко выделить объект, на который стоит обратить внимание нашим коллегам и, соответственно, отметить, что происходит, что мы заметили в этом месте. И разместив аннотацию таким способом мы можем, сразу комментировать, что у нас есть эффект мягкой лапы, то есть плохое укрепление нашего двигателя. И, соответственно, отправив данное видео своим коллегам, можем точно и быстро указать проблему, которая есть на данном видео. То есть мы можем также производить различного рода измерения, расстояние, скажем так, если нам это необходимо. Также мы можем различные мерить, соответственно, достаточно широкие возможности с помощью аннотации. Можем накладывать время записи видео, и, соответственно, тоже в различных случаях нам это помогает, когда мы стараемся отследить какие-то процессы во времени, либо у нас тоже расставлены датчики на нашем оборудовании, и они в автоматическом режиме собирают информацию, и мы можем сравнить именно по времени полученную информацию с датчиков и с нашего видео. Также мы можем размещать различные графики на нашем видео для всех выбранных нами точек. Здесь можем спектральный волновой график, либо орбиту можем для данной точки вывести, расположить ее в удобном для нас месте, и при экспорте видео данные графики будут сохранены, и наши коллеги смогут увидеть данную информацию. Такого рода попробуем оставить информацию и попробуем с вами экспортировать видео в mp4-файл, чтобы потом была возможность передать это видео нашим коллегам. Соответственно, при выборе функции экспорта перед нами появляется такое окошко. Предварительно хотел бы еще рассказать о одной функции. На слайдере проигрывания у нас есть несколько таких возможностей выбора точек. Соответственно, верхняя у нас позволяет нам выбирать область от какого момента и до какого момента у нас возникает усиление видео, а нижняя позволяет нам выбрать область, которую мы хотим проэкспортировать в наш mp4-файл. Уберем 10 секунд, нажмем экспорт, и, соответственно, здесь мы можем поменять название, выбрать экспортировать оригинальное видео и усиленное видео, либо оставить только усиленное видео. Также можем качество записи нашей видео выбрать нашего видео, и, соответственно, есть возможность еще добавления и вложения в наше экспортированное видео различных графиков, тоже спектральных, волновых, либо спектрального волнового для X и Y. Все зависит от того, что мы хотим получить в дальнейшем на нашем отчете. Попробуем таким образом сделать экспорт нашего видео. Нажимаем ОК, и программное обеспечение пересчитывает и конвертирует видео сейчас в mp4-формат. Конвертирация проведена, мы можем перейти в Motion Explorer и увидеть, что были наши оригинальные файлы в формате RDI, которые занимают, обратите внимание, по одному мегабайту, это трехсекундное видео. И, соответственно, мы видим наш файл mp4, который уже занимает 24 мегабайта, и он включает себе 10 секунд, и на нем есть вся информация. Если помните, мы выставили начало усиления движения не с начала видео. И так оно и есть в нашем экспортированном файле. Видим все наши орбиты, которые мы проставили, видим наш комментарий и временной таймер. Все, как мы хотели. Итак, вернемся в наше приложение Motion Applification и попробуем рассмотреть, какие еще функции предоставляет нам данное программное обеспечение. Существует функция Motion Map, который позволяет нам на нашем изображении понять достаточно быстро и просто, какие части нашего оборудования подвержены вибрации на той или иной частоте. Функция достаточно полезная, возможно, не лучший пример с открытыми возвращающимися частями оборудования, но с помощью данной функции иногда достаточно удобно рассмотреть, какие же части оборудования подвержены данной частоте и обратить на них внимание уже в дальнейшем. То есть перемещая таким образом, мы видим, что от интенсивности от красного до голубого изменяется уровень нашей вибрации. То есть мы помним, что фильтровали с вами 29 Гц, мы видим, что вибрация 29 Гц, то есть тоже она видна на корпусе, на основании нашего стенда, на корпусе двигателя, на подшипнике на нашем, перемещаясь, скажем, на 40, на 3 Гц, мы уже не видим этой вибрации на основании нашего стенда. Следующая функция это FaceMap, соответственно функция, которая позволяет нам просматривать с помощью такой цветовой карты части оборудования, которые движутся в том или ином направлении. То есть тоже достаточно удобно, если нам необходимо посмотреть, какие части двигаются в это время в противофазах и в различных направлениях для нас. Существует функция еще стабилизации. Стабилизация достаточно часто клиенты, когда они спрашивают, как быть, если нет возможности установить камеру на стабильной поверхности, какой-то, и все-таки какая-то часть выбирается и передается на камеру, то в программном обеспечении есть такая функция, которая позволяет произвести, пересчитать с алгоритмом на наше видео и стабилизировать его. В целом, еще из наших графиков мы можем сохранять отдельно принтскрины наших графиков и иметь на них информацию отдельно, если мы хотим создать какой-то текстовый файл. В дальнейшем мы тоже в различные способы можем на данном скрине вставлять нашу картинку, выбирать, какие графики мы хотим отображать, только волновые, спектральные, скажем так, либо только орбиты. Все это в настройках есть возможность изменить и выбрать. В целом, это, наверное, все функции основные, которые я хотел бы показать. Функций достаточно много, им удобно пользоваться и достаточно большое количество возможностей предоставляют для нас в плане обработки видео и получения результатов. Спасибо за внимание! Субтитры сделал DimaTorzok